В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла». Метаморфоз от греческого слова, обозначающего изменение формы, это процесс, при котором большинство насекомых изменяет свою форму от молодых до взрослых особей. Во время данного процесса у взрослых насекомых появляются новые структуры и способы жизни, они совершенно отличаются от структур и способов молодого насекомого. В юности некоторые виды могут выглядеть как маленький червячок, а у взрослых особей появляются крылья размером 5 см и отсутствуют челюсти. Давайте рассмотрим жизнь мотылька. Что необходимо, чтобы крошечная, только что вылупившаяся гусеница смогла превратиться в прекрасного мотылька или бабочку? Она для начала должна стать очень толстой. Главными в жизни гусеницы являются два занятия – еда и линька. У млекопитающих рыб, птиц и рептилий есть скелет. Он поддерживает их тело. У членистоногих животных, в том числе и насекомых, скелета нет. Вместо этого у них жесткое внешнее покрытие или раковина. Она называется наружным скелетом. Наружный скелет гусеницы может выглядеть мягким, но именно он придает форму всему телу гусеницы. И несмотря на это, скелет остается достаточно эластичным и гибким для того, чтобы гусеница могла ползать по листьям растений. Более того, наружный скелет не растет. Больший по размеру наружный скелет образует складки под более маленьким скелетом. И вот приходит определенное время. Плотная старая кожа открывается, гусеница изгибается, осторожно выходит за пределы своего старого скелета, готовая к новому наружному скелету. После каждой линьки гусеница становится больше по размеру и может приобретать слегка новую форму и окраску. Что происходит тем временем? Глубоко внутри тела гусеницы располагаются скопления особых клеток. Они носят название иммагинальные диски. Эти клетки предназначены для развития будущих крыльев, сочлененных лапок и сложных глаз. Гусеница линяет достаточное количество раз и достигает своего наибольшего размера. После этого она готовится стать куколкой, закручивая кокон. Далее она зарывается под землю, а гусеницы большинства бабочек образуют хризолиду. Когда гусеница лежит, в состоянии спокойствия в ее мозгу выделяются определенные гормоны. Они дают сигнал телу развиваться до ее взрослого состояния. В результате иммагинальные диски начинают приходить в действие, образуют усики, чешуйчатые крылья, репродуктивные органы и все остальные части тела, которые необходимы взрослому насекомому. Обратите внимание, для того, чтобы помочь крыльям, должна быть переделана даже мышечная система. Некоторые мышцы разрушаются, другие реконструируются, а остальные мышцы образуются совершенно новыми. Появляется взрослый мотылек или бабочка. Он или она абсолютно не похожи на того маленького червяка, которыми они были вначале. Данный тип метаморфоза известен под названием полный метаморфоз. Он включает четыре стадии развития – яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое. Полный метаморфоз происходит в жизни таких насекомых, как мотыльки, бабочки, пчелы, мухи и муравьи. Существует и второй тип метаморфоза. Он происходит в жизни таких насекомых, как термиты, саранча, сверчки, цикады и тли. Данный тип метаморфоза включает всего три стадии – яйцо, личинка и взрослое насекомое. В неполном метаморфозе отсутствует стадия куколки. Нимфа или личинка просто выглядит, как маленькая взрослая насекомая, и по мере того, как она линяет, она быстро становится больше, пока не достигает размера взрослой особи с полностью развитыми крыльями и репродуктивными органами. Давайте кратко рассмотрим процесс неполного метаморфоза, неполного типа превращения, на примере стрекозы. В своем развитии насекомое проходит три стадии – яйцо, личинка или нимфа и имага. Созревшие яйца стрекоза откладывает на отмелях, озер или водоемов. После вылупления из яйца личинка живет в воде в течение трех-четырех лет. В течение данного времени она питается тоже в воде. Что для этого у нее есть? Чтобы поймать рыбешку, у нее есть мощные челюсти и тело, которое способно достаточно быстро плавать. Личинка растет, кожа, покрывающая ее тело, натягивается. Личинка сбрасывает свою кожу четыре раза. Подходит время последнего, пятого сбрасывания. Она выходит из воды и начинает подниматься на высокое растение или камень. С помощью специальных крючков, они находятся на кончиках ее лапок, личинка закрепляется на поверхности. Один промах и падение означает для нее неминуемую смерть. Эта последняя стадия развития личинки отличается от предыдущих четырех. В этом случае с помощью удивительного метаморфоза личинка превращается в летающее существо. Кроме того, организм стрекозы имеет ряд специальных механизмов, которые помогают ей сбрасывать кожу при метаморфозе. Старое тело стрекозы сжимается и становится морщинистым. Чтобы открыть это тело, в организме стрекозы существует специальная насосная система и жидкость. Она используется во время метаморфоза. Эти сморщенные части тела насекомого раздуваются с помощью выкачивания жидкости после ее выхода через щель. Тем временем, химические растворяющие вещества начинают разрушать связки. Эти процессы происходят весьма точно. Если бы одна лапка застряла в старом теле, это привело бы к гибели стрекозы. Затем лапки подсыхают и затвердевают в течение приблизительно 20 минут до того, как стрекоза начнет их испытывать. Крылья у этого нового существа уже полностью сформированы, однако находятся в свернутом состоянии. С помощью резких сокращений тела жидкость выкачивается в ткани крыльев. Затем крылья выпрямляются и подсыхают. Новый организм покидает старое тело и полностью высыхает. После этого стрекоза испытывает все лапки и крылья. Лапки складываются и вытягиваются одна за другой, а крылья поднимаются и опускаются. Наконец, насекомое приобретает такую форму, которая предназначена для полета. Трудно поверить, что это совершенное летающее существо и есть то червеобразное, которое вышло из воды. Стрекоза выкачивает лишнюю жидкость, чтобы уравновесить систему своего организма. Метаморфоза завершена и насекомое готово к полету. Теория эволюции настаивает на возникновении видов в результате ряда последовательных случайных изменений. В 1999 году в выпуске журнала Nature двое ученых, Джеймс Труман и Лин Ридерфорд, представили свою гипотезу, как эволюционировал метаморфоз насекомых. В своей статье авторы попытались объяснить эволюцию метаморфоза. Какое-то древнее насекомое вылупилось из яйца слишком рано и начало искать себе пищу. Оно продолжало эволюционировать, пока не научилось проводить много недель в таком недоразвитом, гусеницеподобном состоянии. После этого оно наконец метаморфизировало в запоздалую стадию нимфы и далее, по словам авторов, нимфа сократилась и эволюционировала в современную куколку. Какая основная проблема данной идеи? Эта недоразвитая пронимфа не может есть. Если эта пронимфа хотела выживать и превращаться во взрослое насекомое, ей необходим бы был полностью развитый пищеварительный тракт и способность кусать, жевать и проглатывать пищу. Трумман и Риди Форд утверждают, пронимфа преодолела эти трудности и постепенно эволюционировала до тех пор, пока не научилась есть, передвигаться и предположительно защищаться. В мире, где выживает наисильнейший, защита очень важна и невозможно себе представить, что под покровительством эволюции в полной безопасности оставалась именно первая недоразвитая пронимфа, а ненормальная полностью развитая нимфа. Когда дарвинисты пытаются объяснить происхождение метаморфоза с помощью случайных мутаций и естественного отбора, они сталкиваются с огромными проблемами. Каждая стадия в развитии насекомого жизненно важна. Любой пробел или ошибка во всем цикле, как правило, убивает насекомого или делает его репродуктивную функцию невозможной. Если гусеница не может вылезти из своего старого наружного скелета, если она не может образовать кокон и хризолиду, или если она не способна переделывать мышцы и образовывать новые части тела, как это делает куколка, она погибает, она никогда не становится взрослой особью, а следовательно, она не размножается. Водяные личинки таких насекомых, как поденки и комары, представляют особую проблему для эволюционистов. Поденки или же мухи-однодневки их ошибочно называют самыми примитивными крылатыми насекомыми. Однако они совсем не примитивные. Наоборот, они живут два или три года под водой, дышат жабрами, как рыбы, а затем появляются на суше во взрослом виде. В воздухе они живут всего один день. В течение этого дня они летают роем, спариваются и откладывают яйца. Комары также на стадии личинки и куколки находятся под водой, после чего они появляются как взрослые насекомые, летают, высасывают кровь и размножаются. Чтобы эволюционная теория могла делать какие-либо прогнозы, водяные насекомые слишком отличаются от других насекомых. Что дарвинисты вынуждены признать? Водный способ жизни появился через вид, который совершенно не имеет отношения к насекомым. Дарвинисты сильно хотят доказать свою правоту относительно эволюции, однако они обычно избегают обсуждения определенных биологических тем, и это просто потому, что эти темы не поддаются объяснениям градуалистов. Одной из таких тем в области биологии и является сложный и уникальный метод, с помощью которого развиваются насекомые. Еще один пример – это метаморфоз общественных насекомых, таких как муравьи. У личинок муравья нет ног, они не могут находить себе пищу, передвигаться и чистить себя. Они полностью зависят от круглосуточного ухода рабочих муравьев, без их помощи они быстро могли бы погибнуть. Молодым муравьям необходима помощь рабочих муравьев даже для того, чтобы выбраться из кокона в конце стадии куколки. Метаморфоз насекомых, в том числе муравьев и стрекозы, это настолько сложный процесс, он происходит так, чтобы ни на одной из его этапов не произошло ни одной ошибки. Малейшая ошибка на какой-либо из этих стадий сделала бы превращение неполным и привела бы к повреждению или гибели стрекозы. Метаморфозы в самом деле являются неснижаемо сложным процессом и, следовательно, являются явным свидетельством сотворения. Когда мы думаем о том, как произошли все эти чудеса, мы снова сталкиваемся с несостоятельностью теории эволюции. Что, если бы с самого начала своего существования муравьи не имели сложного общества, где все члены зависят друг от друга, как бы могли выживать личинки древних муравьев? Библия дает нам единственный подходящий ответ. Бог с самого начала сотворил их общественными, так же, как Он сотворил гусениц, которые поедают растения, так же, как Он сотворил нимф, поденок, которые плавают, а мотыльков и бабочек, которые летают и размножаются. Особенности стадий метаморфоза не эволюционировали случайно на протяжении длительного периода времени. От яйца до взрослого состояния насекомые живут по уникальному плану, который составил для них Господь Бог. Самое лучшее объяснение состоит в том, что метаморфоз был создан независимо и полностью функциональным. Прекрасное мастерство Бога подтверждается даже в таких маленьких созданиях, как стрекоза, муравей, бабочки и другие насекомые. Метаморфоза – это одна из многочисленных свидетельств того, как безупречно Бог сотворил живые творения. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова